всем доброго времени суток друзьями зовут валерий и это stalker чистое небо и так мы продолжаем с вами так сказать начало начало начальное исследование зоны вот в прошлой серии нас отправили короче на первое задание типа спасти чуваков которые спасли меня от мутантов от кабанов вот но произошел выброс и нас вырубило короче вот и мы очнулись опять снова здесь чистом небе так нужно короче чё у нас выяснить у лебедева что произошло хорошо выясним сейчас у лебедева что произошло в комментах вы написали что выброс когда выброс будет дальше в игре короче когда будет выброс нужно искать будет места вот места где можно спрятаться от этого выброса они то здесь мы уже не очутимся вот так же вы мне прислали короче видос где можно найти детектор вылез по-моему называется до вылез я его посмотрел и мы с вами попробуем короче найти его когда когда нас отправят на болото вот окей так живым там информацию всякую кстати вот этот чел вот этот чел шустрый вот шустрый его мы встречали в тенях чернобыля этого не написали короче я короче это понял вот что дальше также вы написали что все вот эти вот штуки для артефактов короче ячейки их можно ставить у механиков механики я так понял это шестеренки на карте вот но и бывает и комбезы которые уже встроены вот ладно окей с этим совсем разобрались давайте поговорим с ними выжил после выброса я уже почти не удивляюсь этому ребята подобрали тебя недалеко от вышки когда все улеглось до галанча абсолютно прав то что происходит с тобой не поддается научному объяснению он утверждает что ты получил некие ну скажем так необычные способности ты выживаешь при такой аномальной активности которая других буквально расщепляет на атомы тому же некоторые функции твоего организма словно что-то подстегивает показатели приборов зашкаливают впрочем не обольщайся вот тебе ложка дегтя с каждым выбросом твоя нервная система постепенно выгорает если это разрушение не остановить и попросту погибнешь почему выбросы происходят так часто обычный выброс представляет собой выход накопившийся энергии зоны разрядку но то что происходит сейчас простой разрядки и не объяснишь мое мнение таково частые выбросы не что иное как рефлекс зоны на какую-то серьезную угрозу своего рода реакция иммунной системы сосуществование зоны и человека тяжело объяснить рационально зона терпит присутствие человека в одних местах и запрещает проникать в другие и вот то что находится за выжигателями дальше к центру табу доступ сталкерам туда закрыт мне кажется что последние события в зоне связаны с тем что кто-то нарушил это правило и проник за выжигатель мозгов кто-то проник за выжигатель мозгов но чем это может угрожать зона сказать чтобы ответить на этот вопрос нужно знать что находится в центре зоны одни говорят там находится монолит другие исполнитель желаний 3 более приземленные бредят полями редчайших артефактов я был там на станции еще молодым специалистом а вот что там сейчас не знаю могу сказать одно выжигатель появился в зоне не зря он закрывает доступ к центру зонам человеку нет пути за выжигатель мозгов но мы были с вами в тенях чернобыля выжигателя мозгов вот и скажу вам так вроде как редчайших там полей артефактов он короче я не видел вот да там этот исполнитель желаний вот монолит т.д. и т.п. но артефактов отличающих я вроде как бы вроде как бы я не помню там вот разве есть возможность против и разве есть возможность пройти выжигатель пусть даже теоретически большого выброса я считал что нет да и все так считали однако если расценивать выбросы как защитную реакцию вывод может быть только один кто-то проник за выжигатель и в ответ на это зона выдала выброс этот человек или люди все еще живы раз выбросы продолжаются зона пытается их достать и при этом убивает все живое чем опасны такие частые выбросы знаю зоне много рассказать могу пока не все некоторые вещи тебе придется принять на веру видишь ли любая система должна функционировать в равновесии сейчас зона нестабильна и нестабильность это постоянно нарастает если частые выбросы не остановить зона расшатается настолько что случится новая катастрофа собственно мы подошли к основной задачей которая стоит перед чистым небом мы стараемся предотвратить катастрофу предотвратить катастрофу у вас нет сил даже отбиться от бандитов брав но мы знаем как предотвратить катастрофу и остановить выбросы это уже немало завидная уверенность ну и как он вам нужно выяснить кто был в центре зоны и остановить их любой ценой почему ты рассказываешь все это именно мне это боя зона есть какая-то странная связь с одной стороны каждый новый выброс постепенно убивает тебя с другой ты выживаешь в таких условиях в каких остальные погибают интуиция подсказывает мне что эти твои способности ну дар проклятие называй как хочешь так вот твои способности позволят тебе пройти там где любой другой не сможет это сделать в принципе а нам сейчас нужно действовать очень быстро не уверен что хочу лезть в самое пекло почему я должен участвовал что ты спросишь об этом ответ прост если не остановить выбросы твоя нервная система выгорит и ты погибнешь поможешь нам спасешь себя наверное это звучит как дешевым кино но у тебя действительно нет выбора отличная перспектива ну так что поможешь нам мне нужно время да конечно на этом сюжет наверно скорее всего и построен вот не в любом случае надо отвечать чуть тянуть тогда подняли все наши контакты и связи в зоне есть информация что один сталкер на кордоне интересовался у сидоровича очень странными деталями это пока все что у нас есть хоть какая-то зацепка этого вполне достаточно как не попасть на карму стена через болото но я тебе уже говорил после выброса под навалило всякой мрази и теперь она контролирует здесь почти все у вас они я не драматизирую так что мы должны вернуть себя контроль над болотами прежде чем попытаемся вывести тебя к кордону думаю мы справимся с твоей помощью понял понял я понял вот так что у нас отправиться с проводником на болото получить награду кстати чистая флешка с данными сверх легких кевларовых бронежилетов какую-то еще эту пойдем получим пойдем получим так постой постой попасть на болото легко наши проводники тебя выведут но если ты еще и собираешься там выжить то тебе стоило бы разобраться в нынешнем положении вещей частности в новых возможностях своего кпк так что если они тебе вдруг интересны спрашивай так какова фактическая ситуация что и сейчас нужно сделать для контроля над болотами что ты сделаешь ну про кпк я думаю он это мы так знаем да как пользоваться кпк в принципе поэтому шустрый не надо нам кучу вот пошли получать награду так погоди-ка у меня две цели на карте а это в проводником отправиться окей войдет идем идем хорошо здорово с тугим кошельком али свечу какой диковиной цены неслыханной не с тем ни с другим к сожалению попал под выброс еле выжил пустой совсем все мое добро по болотам разметала думаю главное что жип остался а добра еще наберешь если зоне понравится так что будем торговать или есть какие то вопросы есть есть ты смотри даже здесь на болото в такой засекреченной конторе нашлось место торговки такие этого смерти как не вертись ни 15 минут жизни ни запасной магазин не купят а торговцы везде нужны даже в зоне на болотах подполье это ведь только кажется что зона на замке и вояки все ходы-выходы перекрыли но артефакты и образцы редкие и зоны как-то ведь разлетаются по всему миру да и ваш брат сталкер всегда с консервами водочкой боеприпасами до снарягой по зоне ходит то все это обеспечивают вот то то это тебе не диски на петровке продавать схема ведь какая есть во внешнем мире интерес к зоне и наоборот а вроде как нельзя что тут-то мы появляемся все начинает работать все счастливы как мы торговцы между собой шутим даже у человека наставившего на тебя автомат этот автомат можно попробовать его и купить понятно только кажется мне что у тебя здесь торговли не густо знаешь как надоело мелочами заниматься обычных артефактов и же как семечек а самые жирные куски стороной проходят уникальных вещей давно никто не приносил из-за чего такая бедность может сталкеры уже все выбрали попасть бы за выжигатель там говорят за раз на всю жизнь можно набрать артефакт я не веду принципе при наших теперешних возможностях и связи торговцам давно объединиться пора и найти способ пробраться за выжигатель ну не вам одним туда хочется я тут тебе уже лишнего награды все время день если хочешь торговать давай они как-нибудь другой раз есть это для меня так помог вот твоя награда вышка сданная она таких что для меня нет ничего так торговать что у него торговать торговать что я могу продать так это я не буду продавать потому что это мне самому нужно будет мне бы где-нибудь но у меня 200 рублей окей мне бы где-нибудь найти механика где там шестеренка вы говорили шестереночка вот она гадюка специалист кожаная куртка гадюка окей идем так где он там здесь окей у меня кстати еще задание появилось захватить насосная станция окей так а судя по ролику судя по ролику вылез детектор находится где-то вот здесь поэтому а мы а мы а мы а мы здесь поэтому мы с вами наверно в этом видосе скорее всего папа пойдем это его искать хотя фиг знает короче нужно будет как-то постепенно пройти баски хутор короче постепенно пойдем до сюда так вот вот так вот вот так вот это так наверно и наверно доберемся отсюда вот сюда потом уже не знаю там дальше выполнить смотреть здесь у меня еще посреди посреди болота на бетонной херне с кусками арматуры оставил ящик с барахлом чтобы на сухопутное выбраться окей ссоре так кстати вы сказали здесь еще новые локации какие-то есть в игре появились вот есть проводники ну проводники мы уже до встретили которые за денежку могут нас провести туда или сюда окей с механиками суммы будем разбираться постепенно где ты а где ты смысле где чувак то или он не в этой не сарайке идеи но вот так здорово как жизнь кулибину как видишь техники почти живем словно после ядерных боев если осталось что-то в конец а запчастей хрен да нихрена свет так что приходится умудрить и лепить из того что есть либо что подвергаться вот мне недавно нужно было прием смастерить так чуть ли не из холодильника пришлось собирать ну не цирка да туговато тут у вас не разгонишься а вот зато на свалке знаешь говорят раскопали старые советские склоны после аварии на чес туда целыми колоннами свозили оборудование технику дано добро взяли думали что радиоактивное непригодное для использования но это им тогда так казалось а сейчас да уж никого это не гребет тоже теперь такой уровень радиации опасных считает так вот там сейчас говорят началась самое что ни на есть золотая лихорадка сталкеры гибер стал вот со всей зоны потянуть жаль только что сюда мало что доходит разве что лебеди в кого-то из ребят специально за деталями отправить но самому тебе тут как обычно чиню оружие и костюмы улучшаю в общем по потребности стало быть если надо будет что-то подремонтировать это камни мне бы только детали достать я бы таких наворотов ребятам понаделал оружие броню приборы все на уровень бы поднял словом если наткнешься на что-то нужное сразу тащи сюда все сделаю лучшим виде так смотри если для меня работенка есть я давно ищу схемы кое-каких в совершенстве если вдруг они тебе попадутся не спеши выбрасывать лучше мне принеси ли я гляди и вот список интересующих меня схем так найти гадюка 5 найти информацию 1225 кожаная куртка хорошо если что найду к лицу ну да чё нет чё нет а так я нашел на сорта ты искал а спасибо за помощь я смогу провести новое существенное так хочу смотрю меня 1200 у которого ствол говорит только по делу так окей а что смотри мне нужно артефакты мне нужны артефакты так бронежилет для артефактов не надо контейнер вот контейнер для артефакта дополнительный контейнер 100 мин 350 ну да давай ставим поставим и сразу наверное давайте добавим артефакт так это чё зачем окей что еще отличает переноску равномерно распределять дополнительный вес по телу переносимый вес плюс 5 кг тоже неплохая штука 350 рублей принципе ничего не дорого размещение под бронжеры через благодаря пуля защищенность плюс 50 термоэлектрозащита пнв а прибор ночного видения океи радиохим защита так а что у нас по оружию а по оружию у нас ничего нет нам опа но я не знаю вот этот я не и наверно не буду его короче прокачивать я наверно в любом случае я думаю мы найдем короче тут длинную двустволку да вот этот охотничий и наверное его короче прокачаем а для начала давайте короче сделаем вот так следующее переносимый вес добавим да это нужно это нужно так и и и и и и наверное так термозащита защищенность да наверно скорее всего броник сделаем вот так ну и в принципе принципе все все отлично чуть и в радио так шипит все нормально я уже я уже все нет я уже все за хрен начал изолентой так что у нас дальше что у нас дальше захватить насосная станция так а совершенно не показано где находится у совершенства ладно нам насосную станцию надо короче давайте сходим туда любом случае можно на кашку короче поставить стоперский прицел поэтому в любом случае я его поставлю да давай пошли правило ты знаешь да я знаю пошли идем а нет понятно так свалитом кабаны на рыбацкий хутор насосная станция мне на насосную станцию тихо 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 ну смотри я в принципе недалеко давайте сходим на насосную станцию а потом пойдем короче эту вылез это плоть это плоть в принципе плоть она же не кусается если на нее не нападать да в принципе как бы отлично 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 а ты в этих 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 ащи ништя к его течение дром их при Heidi соли а А, здорово Так, что у тебя? Пусто Пустой Кто еще? Хрен с ними Мне нужно, мне нужно, мне нужно Так, погоди-ка, а там что? Это что у нас? Проводник? Рыбацкий хутор? Хорошо Там вроде как у нас А это кто? Насосная станция Хорошо Давайте идем на насосную станцию, да? Все правильно Все правильно, идем на насосную станцию Тихо, 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 тихо Кто? 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 Ой, кабаны, кабаны Нас засекли, говорит А что, они меня, смотри, смотри, они меня не тронули О, развернулись, развернулись Очухались, очухались Сдох, сдох Так, еще перезарядка Отлично Уничтожить противника сгоревший хутор В смысле? Какой сгоревший хутор? Иди-ка А это я зачистил? Смотри-ка Уничтожить противника сгоревший хутор Ага И здесь еще, уничтожить старая церковь В смысле? Так, это что-нибудь скажешь, нет? Понятно Я не буду спрашивать у них там, что в зоне, как дела в зоне Они все одно и то же, короче, будут говорить Ёлки-маталки, где тебе нужно, что, сталкер? Так Ну, чего тебе? Мы, понимаешь, лагер охраним в брак Это недалеко, а ты тут с вопросами Так, чем я могу помочь? Огонь! В атаку! Есть кое-что Вернуть предмет ПММ Принести гранаты ПММ В уровне ночной вылыски наш отряд угодил в логово кабанов бойцов Спасти уже вряд ли удастся Но командир отряда был вооружен и модифицирован ПММ Также оружие еще может послужить Нужно вернуть Да Окей, тихо-тихо-тихо-тихо Тихо-тихо-тихо-тихо Сейчас всех порежу, сейчас всех порежу Ёлки-маталки Сейчас всех разнесу Нахер Ну-ка, ну-ка, ну-ка Где, где, где свиньи? Где свиньи? Что вы там? Что, свинью не убить, что ли? Блеха ПММ Только взял, короче, задание ПММ О, да, о, да Я взял, я взял, короче, эту штуку А можно разрядить, нет? Так, водку Это Ништяк А можно разрядить-то? А, перебези Разрядить, да Разрядить И, наверное Ммм О чем А что, я за что могу продать его? За 200 Окей, давай Оставим, короче, я его продам О, да Детка Вот это тема Вот это тема Ну, теперь охота начнется Ну, теперь Теперь я всех сейчас порешаю Так, погоди, здесь еще Пусто Пусто Так, что там, они, короче говоря, там их порешают сейчас Рыбацкий хутор В смысле? Там долго не выдержать Скорее Я, я блях от так до этой До Отменено работа Да, заманали, а Так, мне нужно насосную станцию Окей Кто там, свинья? Кто там, свинья? Где? На 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 Тихо, 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 тихо Отсвини В эту Где на дерево Бах Ничьот просто Бах Вот это темное ружье просто Вот это темное А не то, что там кусок огрызка, да? Тихо, тихо, стой на месте Бах Бах просто Ну-ка, ну-ка ща 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 я тебя бах бах с такого еще расстояние короче так не не нужно куда мне нужно и нужно вот сюда до захватить насосная станция руки погнали опа бандит патрончики три патрона нормально колбаса и 4 патрона просто живем 3 патроны что-то мало патронов дают вот 12 создание рыбацких утра 5 звонали вы заманали так они так и будут постоянно или мне нужно сходить туда зачистить и тогда все прекратится или нет они будут так постоянно так не вон туда насосной станции того допустим чуть тихо и народ есть то и а уж я пришел я пришел а по руины деревни преди созданий смотри появилась она бы постепенно разбираться насосная станция насосная станция и народ вам тут нужна помощь была до его тебя стал смысле чего тебе сталкер я пришел помогать а ты мне чего тебе сталкер хочу никого никто ничего не делает и не говорит и будем нам чё там защищать или чё-то помогать так окей я пока разобью тут заберу так ну чё что надо так ты чем не сказать что нового тоже не надо смысле тебе надо дойти или чё или кому о чем могу помочь покей чем могу помочь вернуть предмет кпк разведчика чн давай посмотрим во время ночной разведки пропал один из наших лучших следопытов нужно по крайней мере найти его кпк чтобы не пропала собрана информация да 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 окей и где это это вот здесь как раз находится почти недалеко окей отлично так погоди а чё мне надо сделать так стоп это чё нифига себе тут девки пляшут а так кому чего надо тут поговорить что там сказать этих штуках есть ништяк я знаю патрончики руки хорошо так гадюка 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 я думаю мне нахрен нужна гадюка то что у меня есть а как принципе ее можно продать но ладно нафиг не буду заморачиваться еще с ней продавать мы деньги так накопим там водку продадим так чё кому надо что за жесть за за жесть-то у насосная станция вот а чё надо сделать я не понимаю если честно гадюка усилить присутствие чистого неба на так понятно насосная станция вот насосная усилить насосная станция необходимо заплатить и удержать под своим контролем ну ну я тебя слушаю что удерживает а вы чем могу помочь патроны принести на принеси чем могу помочь ничем вот и приносит и просил спасибо только гадючу и там отдал патроны патрон получил смысл погоди к а чё я отдал ну-ка я пистолет хочу я отдал у тихо рыбацкий хутор отменено счет я не могу понять почему висит задание а чё надо сделать вот чего чего я пришел помогать а вы чё молчите ничего не говорите может мне надо выше подняться сюда бандюгани бандюгани ренегата странно это все странно короче окей друзья ладно а у меня видос подошел концу подходит вот поэтому коментах слушаю напишите что нужно сделать я чё-то вообще не не одупляю просто не одупляю что нужно делать вот продолжим уже следующей серии разбираться и пойдем наверное если тут ничего не изменится то плюнем короче пойдем вот сюда потом вот сюда а потом короче завелись вот вот такой план будет на следующей серии примерно кому понравилось лайки подписывайтесь на канал вконтакте подписывайтесь на канал комментируем с вами был валерий субтитры сделал DimaTorzok